Всем привет! В прошлый раз мы делали электронные часы В данном случае мы будем делать механические часы Это такие часы со стрелочками, как говорится, которые часто используются у нас Но, смотрите, проблема в том, что здесь необходимо уже поворачивать меши Соответственно, все стрелки должны находиться в нулевом положении Это на, так скажем, на 12 Соответственно, если они у вас будут находиться по-другому, здесь произойдет некие казусы То есть неправильное, неточное время Каждая стрелочка сделана так, что у нее пивот Получается, он находится именно на том месте, где происходит точка вращения Ну, я надеюсь, вы это понимаете Чтобы эти часы у нас ходили, мы тоже самое составляем весь, так скажем, спектр действия на тике Так, во-первых, нам необходимо закинуть стрелки Давайте это часовое, минутное и секундное Далее мы вытаскиваем из стрелки set relative rotation Далее мы это копируем Чтобы поставить на все Так, не на тупаешь нажимаю На все стрелки Снова соединяем И далее нам необходимо из new rotation Мы можем вытащить make rotation Соответственно, ее тоже копируем Чтобы поставить их здесь Потому что нам надо вращать только по оси Которые относятся к оси вращения В данном случае я выделяю стрелочку Смотрите, видите, да? У нас ось вращения это y Соответственно, мы должны подключать все в y Так, ну, чтобы Подавать значения Реального времени Мы снова применяем ноду no Now Также вытаскиваем get Get В данном случае мы берем GetHow 12 То есть 12 часовое время Потому что у нас часы С 0 до 12 Get Minute И GetSecond Так Давайте начнем с секунд И Попробуем Потому что Здесь у нас Особо Проблем не возникнет Здесь нам надо сделать умножение Integer на float За место float поставим 6 Ну и соответственно мы уже подключаем это в y Сколько На секундах мы Практически закончили Далее Минуты Как вы понимаете, да? Минут Получается так, что Нам необходимо умножить на 60 секунд Соответственно мы делаем умножение на 60 И далее мы Получается Прибавляем float плюс float Закидываем Second сюда Здесь мы еще 10 написали Мы Прибавляем секунды И Соответственно Далее мы умножаем На Примерно 0 единицу Почему такие значения Некоторых Кстати я не знаю В данном случае В данном случае Я уже Готовым Скажем Готовой частью блупринта Воспользовался И Соответственно по часам По часам Здесь необходимо Делать Чуть побольше Во-первых нам надо умножить Как обычно На 60 Далее 60 мы Складываем float плюс load Сюда мы уже подаем минуты Далее мы снова умножаем на 60 Потому что В часе 3600 секунд Соответственно 60 умножить на 60 Так Integer На float Так Нет Извиняюсь float на float Надо умножить Это у нас Снова 60 И Далее мы снова Плюсуем float Плюс float Но сюда уже мы подаем Секунды То есть Если вот так вот посмотреть К минутам мы прибавляли секунды А к часам мы прибавляем и минуты и секунды Только уже по порядку И далее мы соответственно Это значение То что у нас все получается Да Мы должны умножить Снова float На float Подать на y И Заместо нуля мы должны написать 0 целых Получается Плюс Если будет более правильно Так 0 целых 0 0 Далее 88 33 3 Вот это у нас Соответственно Те значения Которые должны Выставлять Примерно по градусам Так скажем Необходимые стрелки Здесь у нас все в нулях Все отлично Давайте проверим Запустим Так Ставим 7 tick Мы подсоединились На y Подали Все вроде бы нормально Давайте проверим Показывает время Без 5 Так Почему у нас стрелочка в обратную сторону пошла Очень интересно Так Он мне Отобразил Зеркально Время 6 часов 4 минуты 22 секунды Как видите да Он мне отображает Зеркально Так Соответственно Мы должны Получается Получается Что Развернуть Их Так Получается Если Стрелки Мы Развернем Нам Нужно Разворачивать По З То есть По З То есть Мы должны Подать 180 градусов Почему Так Почему Интересно Так Нет Значит Не по З По Иксу Давайте Посмотрим Так И это У нас Тоже Давайте Отодвинем Часики Потому Что Вроде Они С обратной Стороны Отображаются Ну да Да Сейчас Они Перевернуты У нас Так Скорее Я правильно Первый раз Выставил 180 По З Ну На крайний случай Мы можем Выставить Эти стрелочки Чуть-чуть подальше Но Для начала Правее Так Сейчас Чуть Чуть Выдвигаем Значение Ну Они Рекурсивно Отобразились Там Надо будет Подобрать Сейчас Побольше Побольше Так Если мы сейчас Трелочки У нас Зеркальная Область Имеет Время 6 часов Получается Ну Здесь 7 минут Между 7 и 8 И соответственно 42 секунды 45 45 Все отлично Почему У нас Стрелки Так Изменились Ну Они Потому что Сделаны Одним материалом Вместе с часами Если необходимо Выделяем Стрелки Давайте Часовые Минутные Поставим просто Черный Черный Материал И все Время у нас Отлично Вот такие вот Бывают нюансы А на этом все Всем спасибо До скорой встречи Пока